Вкладывая средства в инновационные проекты, сегодня призвали банкиров на Координационном совете при правительстве Красноярского края. Далеко не все финансисты понимают, что такое инновации, какую прибыль они могут принести, поэтому не спешат вкладываться в рискованные, по их мнению, проекты. Какой выход нашли на совете, расскажет Вячеслав Ласенко. На Координационном совете руководители и представители крупнейших банков страны, которые работают в нашем регионе. Его ведет председатель правительства края Виктор Томенко. Сегодня обсуждаются итоги прошлого года. С развитием краевой экономики развивается и банковский сектор в нашем регионе. Причем по многим показателям даже быстрее, чем в целом по стране и на первом месте в Сибири. Особенно быстро растет кредитование как предприятий, так и частных лиц. Значительное, с 1,6 раз увеличится количество вкладных операций. Это является основным источником кредитования банковской системы. Эти темпы стали возможны за счет того, что на территории открыто более 900 точек оказания банковских услуг. И, соответственно, доступность к банковскому кредитованию стала чуть проще и легче. Однако доступ к заемным средствам получают не все. Особенно трудно взять кредит для развития инновационного производства. Как правило, такие компании не имеют ликвидного залога и кредитной истории, но зато работают на перспективу. И во всем мире 95% новых рабочих мест появились именно в таких компаниях, которые зачастую моложе 5 лет. Поэтому по поручению губернатора в Министерстве инвестиций и инноваций края ищут варианты сотрудничества кредитных организаций и инноваторов. Например, предлагают в каждом банковском учреждении выделить специального менеджера, который будет знакомиться с проектом с первых шагов его реализации и сможет очень четко оценить все риски, а также грядущие выгоды. Мы его пригласили в бизнес-инкубатор, полностью показали, как он работает, рассказали о системе поддержки, о системе отбора проектов, о системе контроля за их реализацией. Для него это стало понятно. Мы предложили включить его в экспертный совет на этапе отбора проектов и на этапе контроля за ходом реализации проектов. Кстати, такое опыт сотрудничества уже есть, правда, пока только с одним из банков. Зато проект в IT-сфере получил финансирование и уже реализован. Вячеслав Власенко, Андрей Крупнов, Новости.